К другим темам. Забытые семьи заводского района. Жители дома номер 14 по улице Крымской требуют немедленного расселения. Аварийным помещение признали еще несколько лет назад. Большую часть квартир переселили, но сегодня в пустующем доме до сих пор живут две семьи. Они нового жилья не дождались. Почему люди до сих пор не получили квартиры, расскажет Анастасия Куклева. Многие комнаты здесь давно пустуют. При расселении аварийного дома про несколько семей словно забыли. Больше года люди живут на руинах, в здании которому грозит обрушение. Смотрите, что у меня, без конца искрится туда. Без конца лапочки перегорают. Вы видите, что тут временно сделали мне. То, что в свои 76 лет она, ветеран труда, может остаться без крыши над головой, Вера Семеновна даже не могла представить. Квартира при расселении аварийного дома пенсионерке не досталась. Вместо нового жилья ей предложили 800 тысяч рублей. Ну а денег Вера Семеновна отказалась. Подождать своей очереди ей предлагают в общежитии. До 9 апреля пенсионерка должна освободить свою комнату. Я 45 лет отработала на шарике, на станках. 45 лет. Почетный донор, ветеран труда. И вот посмотрите, как со мной обращаются. В общежитие мне обещают дать общежитие. Под старость лет я пойду в общежитие. Когда я заработала квартиру. Вот дырка. Вон крысы, мыши лезут. Это невозможно уже тут жить. Елена с Верой Семеновной теперь соседи по несчастью. Ей с двумя несовершеннолетними детьми тоже не досталась квартира. В разрушенном доме две семьи буквально выживают. Всю зиму они прожили без отопления, частично без горячей воды. Правда, заплатить за такие суровые условия им все равно придется. Каждый месяц за коммунальные услуги Елена платит около трех тысяч рублей. Воду отключили горячую уже. Хотят свет отключить, газ. Предлагают только общежитие. А я собственник вообще. Я эту квартиру купила за миллион двести. Куда мне идти с моими детьми, я не знаю. В администрации заводского района уверяют, что дом уже внесен в программу переселения граждан из аварийного жилья. И до 31 декабря текущего года эти семьи получат новое жилье. А пока для собственной безопасности жителям просто необходимо на время переехать из аварийного дома. Дом грозит обвалом. В доме проживало 14 семей. Осталось сейчас, реально проживают две семьи. Им было предложено переселиться, по мере возможности, если они не желают переселиться в маневренный фонд, то к родственникам или куда-то, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Но в настоящий момент пока еще ведется работа, чтобы переселить их. На сегодняшний день в Саратовской области непригодными для жилья признаны более 300 домов. Чиновники уверяют, что жители этих аварийных зданий получат равнозначное по площади жилье в установленный срок.